так ну это вот опять же виктор и я принципе не знал тут вот у него в вольере еще находится перепелки ну вот они перепелочки вот виктор держит и перепелок вот они какие сейчас все посмотрим другие голубей выпустит вольер на паузу так ну вот еще вот они виктор показал вот еще отдельно он держит вот они как у артема показывал дикие мозготские вот они парочка дикий голубь белястая голубочка вот еще сверху вот уже даже не белястая молочная посветлей тоже белястая голубочка вот они еще красавцы сидят вот так как у виктора побудки тепло и сухо лапу он им не режет на зиму вот они сидят вот такие вот дикие мозготские вот сами посмотрите на лапы лапы в два два слоя идут идет лапа вот такие вот носы как и говорил глаза девятская голубочка но человек занимается конкретно условия содержания просто отличные так мы сейчас еще посмотрим что там голубя не есть сейчас пока на паузу вот виктор до этого показал диких сейчас я показываю вам белых мозготских вот очень то что и мне больше всего нравится вот эти вот белые мозготские вот какие они должны быть посмотрите сами вот она даже похоже на голубя вот такая лапа должна быть у голубя вот они все беловекие черноглазые вот такие вот лапы то что вот артём лапу режет здесь виктор не режет лапу голуби в принципе помещение хватает голубя вот такая вот белая мозготская птица лапы не резаные вот они вот такие вот красавцы да просто красиво просто красиво просто красиво но эту птицу но эту птицу виктор не гоняет получая детей вот там дальше я не знаю отсюда птица да уходила вот кое-куда вот ее гоняли но на данный момент не знаю вот такая вот моздовская красота белые белые дикие тоже красивые но как по мне мне нравятся больше белые очень красивые особенно когда играют летают играет пусть летают они недолго в любом случае вот эта вот моздовская птица восьмидесятые годы она летала играла и ну она уступает конечно бакинцам но свой час полтора вот люди спрашивают час полтора вот эта птица летала лапы ей никто не резал резали также на зиму лапы но вот с такими же лапами птица летала в пределах часа полтора поднималась на среднюю высоту гоняли как и с бакинцами так и отдельно но у них лет лет совсем немножко другой они отстают от бакинцев но резали лапы гоняли в принципе не особо он и бакинцев раньше выступал вот такая вот птица была летная и на данный момент уже не гоняют кое-кто гоняет вот снимал аслан гоняет вот от артема не знаю отсюда есть у него что-то нету но аслан пытается выгнать эту птицу так мы сейчас еще посмотрим других сейчас Виктора попрошу еще выкинет есть кажется белохвосты у него про которых всех спрашивают сейчас на паузу так ну вот еще та птица которую вообще никто никогда особо на данный момент уже не выпускают не гоняют пытаются получить пытаются получить с этой птицы порода в общем по одним данным выведена была в городе Арджиникидзе то есть на данный момент Владикавказ люди с Грузии говорят что это их порода я ничего не утверждаю в общем в 80-е годы эту птицу очень сильно отсюда скупали и вывозили в Грузию вот остались от совсем совсем огрызки это порода как это совсем другая вот то что люди показывают краснодарских белохвостов эта порода совсем не относится здесь намного голод крупней больше чуб вот ну и вы сами видите голова должна быть белая внутри чуба внутри чуба смотри он тоже должен быть белый по этой породе я особо сильно не разбираюсь что считается браком что нет хвост должен быть белый по краям по два пера ленточки черными в общем на данный момент у людей их очень мало очень близкие крови люди стараются находить что-то чтобы поменять кровь вот птица бойная вот его ослана видели один единственный он с браком правда летает ну и он уже начинает идти в забой ему тоже люди говорят прикрыть его но он не знаю что хочет добиться в общем голубь уже начинает идти в забой вот такая вот красота вот эту птицу вот люди спрашивают на данный момент ее никто не продает очень дорогая птица ну даже не знаю цену вот Виктор сейчас сказали бы я бы убрал вот он не прибирался есть пылесос вот это вот все собрать ну в будке в будке сухо тепло и светло даже крыша сделана из лексана чтобы в будке постоянно был дневной свет свет здесь как бы не горит голубят не очень тепло вот такие вот вот такие вот белохвостые голуби очень красивая птица ну и лед бой я как бы вам у аслана показывал один единственный летает ну еще раз повторюсь что такую птицу никто сейчас не гоняет вот голубь гоняет голубь гоняет голубь на яйца вот как бы голубь белая голова но внутри у него чуп нет а то вот голубь уже чуть-чуть с брачком сзади чуп у нее должен быть черноватый это вот помарки вот эти но это особо на цену и вид птицы не влияет вот он такой бабай очень большой крупные голуби красивые вот в общем человек конкретно занимается птицей все для голубей все для птицы сейчас у него там еще и показывается попугаи есть сейчас если можно будет забегу по снимаю попугая хоть две минутки также вот я так и показываю вот у него парочка сидят перепелочки здесь вот еще они ну сейчас пойдем посмотрим если можно будет снимать попугайчиков может кому-то будет и интересно вот они перепела так ну-ка сейчас пока на паузу так ну вот еще вот покажу парочка сидит неразлучников в клетке так вот это всем известные попугайчики вот здесь уже попугайчики поинтереснее вот они боятся не троится вот они какие не могу поймать попугай вот 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 смотри вот александрийский попугай вот александрийский ну ладно у них он на яйцах они сидят не буду его тревожить тревожить ну это вот простые волнистые попугайчики здесь еще волнистые попугайчики даже не знаю если честно название не знаю кто знает если честно я не знаю как называются тоже попугай кто знает кто знает кто если честно я не знаю ну все вот волнистые попугаи здесь тоже волнистые вот здесь вот два красных сейчас на паузу так ну вот зашел еще в одно помещение здесь уже конорейки здесь такие вот конорейки вот везде идут птички здесь вот везде ниже на пуче на Это розовая канарейка или как называется? Красная канарейка, вот хозяин здесь красная канарейка называется. Он прыгает, не могу её поймать. Вот такие вот канарейки. Вот еще канарейки, красивые птички, человек конкретно занимается, но этой пицей занимается не сам хозяин голубей Виктор, а занимается его сын Дима. Вот она, красная канарейка, как сказали мне, попугайчик один. Тут еще, даже не знаю, что за птички, хотя я ему шел и спросил, не могу, если честно, я не орнитолог и особо не разбираюсь. Так, ну там еще кричат птички. Пойду, пройду. Дальше. Вот здесь кто-то вообще без вольера летает. Так, ну дальше заходить не буду. Вот они, здесь вообще в свободную летают. Вот это чупчик. Вот такая красота. Вроде называются карелы, если я не ошибаюсь, такие попугаи. Вот они три штуки здесь. Вот он. Один деда есть. Внизу. Ну и здесь вот сидят тоже. Так, а это совсем другое. Это вот певский попугай. Даже не знаю. Если честно, не знаю. Рассвета такая. Рассветит, видимо, самим писанка. И здесь вот сидят в этом отсеке волнушки и попугайчики. Конечно, не буду их пугать. Куда дальше проходить не буду. Вот. Здесь сидят волнушки. Желтые. Главные. Желтые. Ну то есть, что-то они чуть-чуть больше, чем это так вот. Волнистые называются. Выставочные. Они чуть больше. По размеру. Нежели чем. Это у меня дома есть волнистые. Они чуть-чуть меньше эти. Более. По более простым. Ну и вот такие вот. Орленью. Белыми чем красивыми попугайами. Да и везде красивые. Ну все. На этом вот я буду заканчивать свое видео. Вот. Побывал я в гостях у Виктора. Посмотрели его голубей. Очень много голубей. Хорошей птицы. Ну и вот такой экзотики тоже хватает. Кого что-то интересует можете спрашивать. Писать комментарии. Ну все. Всем удачи. Следите природу. Вот птичек. Всем пока.